Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас самый основной вопрос, который задают абсолютно все. Когда начинать выращивать рассаду? И не только начинать выращивать рассаду, но что для этого надо? Как нам подготовиться, чтобы рассаду вырастить хорошую? От того, как мы вырастим с вами рассаду, зависит будущий урожай. Если рассада будет вытянутая, вы считаете, что вы урожай никогда не получите. А почему, я вам объясню. Вот многие же сейчас уже посадили рассаду, я знаю, мне приходят, рассказывают, но ведь рассада вытягивается. А что значит вытянулась рассада? Значит, у нее очень слабая корневая система. Слабая корневая система. Рассада тоже будет слабая. Рассада слабая, и урожай будет у вас слабый. Поэтому давайте мы с вами разберем сейчас, что надо сделать, чтобы вырастить хорошую рассаду, крепкую, а потом получить из нее высокие урожаи. Первый вопрос. Какую взять почву? Многие готовят почву сами. Приносят, мы проверяем ее на кислотность. Сразу обращаем внимание на то, что кислотность для того, чтобы вырастить любую рассаду, она должна быть в пределах 6-6,5. А когда проверяем на кислотность, оказывается, что бывает семерка и немножечко, может, больше. Задаем вопрос. Золу добавляли? Добавляли. Во-первых, зола щелочная. Она повышает кислотность. Это уже нежелательно. Когда мы выращиваем рассаду, мы должны ее обязательно вырастить на сбалансированных удобрениях, чтобы нашим растениям хватало все. И азот, и фосфор, и калий, и магний. Все микроэлементы. А если мы взяли почву и потом ее начинаем уже, заведомо туда положили какие-то удобрения, положили золу, а потом начинаем подкармливать. Получается, что дисбаланс. Чего-то больше, чего-то меньше. Вы уже рассаду хорошую не вырастите. Если уж вы взяли свою землю, положили какие-то там специальные удобрения, что я никогда не советую, уже удобрять ничем нельзя. Поэтому возьмите чистый торф. Лучше всего он стерильный. В дальнейшем ваши растения болеть не будут. Вы выращиваете только на удобрениях. Удобрения должны быть комплексные. Я предлагаю всегда комплексные удобрения, как предпосевное удобрение. Это акварин 13. Никогда вы ни одно растение не вырастите без кальция. Кальций не содержится ни в одних удобрениях. Поэтому, взошли у вас растения, требуется поливать. Поливаете кальциевой селитрой и калиевой селитрой. Для этого нужна калиева и кальциевой селитра. Подросли растения, им нужны уже большое количество питательных веществ. Берете акварин восьмерочку. А сейчас я вам предлагаю просто, что подготовить вам для того, чтобы вырастить хорошую рассаду. Очень многие жалуются в прошлом году, но не выросли. Помидоры, перцы, баклажаны. И самая основная причина в чем? Растения болели. Поэтому вспомните о том, какие вы выращивали растения, из каких семян. Какие у вас болели, а какие они болели. Ведь когда вы выращиваете в теплице, вы видите, одно растение при одних и тех же условиях болеет, а другое не болеет. Возьмите такой томат, как изобыль. Какие бы не были погодные условия, изобыль никогда не болеет. И не только изобыль. Вы, наверное, сами знаете, какие растения в вашей теплице не болели. Это не только томаты. Это могут быть перцы, это могут быть баклажаны. Поэтому постарайтесь приобрести те семена, которые все-таки не болеют. Их не надо лишний раз обрабатывать. Еще один вопрос, который задают. Вот в прошлом году болели томаты. Бурая пятнистость была. Были еще какие-то фитофтора, еще какие-то болезни. Как подготовить почву, чем обработать. Самое лучшее, что надо сделать, это надо сделать уже осенью. Кто осенью это не сделал, можно сделать сейчас. Снимите хотя бы, когда земля оттает, хотя бы на одну лопату земли. Добавьте свежей. Все вредители, все болезни находятся в верхнем слое земли. Поэтому ее надо просто убрать. И под любую грядку, под любое деревце ее можно и внести. А в теплицу занести обязательно свежую землю. Лучше всего это, когда большое содержание органики. Но вот еще у нас есть препараты. Это биологические препараты, которыми тоже можно обезвредить почву. Это трихоцин. Когда я говорю вот о том, что надо брать препараты, которые никому не навредят. Ни вам, ни растения, ни почве, в которой находится большое количество всевозможных полезных грибов и бактерий. А это биологический препарат. Он не только помогает избавиться от всех болезнетворных бактерий. Он еще считается и стимулятором роста. Не забудьте приобрести такой препарат, как глиоклодин. Ведь многие сталкиваются с выращиванием баклажанов, когда баклажаны болеют корневыми гнилями. Положите в каждый горшочек одну таблеточку глиоклодина. Это та же триходерма, которая даст возможность избавиться от болезнетворных грибов. Вот когда я говорю о том, в чем выращивать нашу рассаду, я предлагаю вот такие горшочки. Я посеяла специально томаты. Это очень рано. Я вам должна сказать, что в прошлом году я точно так же посеяла одну рассаду томатов. И в феврале урожай дал самый поздний. Поэтому я просто их посеяла для того, чтобы вам показать. Вот у нас горшочек. В этот горшочек можно посеять от 5 до 10 семян. Обязательно. Когда мы сеем один сорт, каждый сорт надо посеять в один горшочек. Почему? Потому что энергия прорастания у каждых семян разная. Вот здесь посмотрите, обратите внимание, что все растения одинаковые. Они взошли в одно и то же время. Поэтому посадите каждый сорт в один и тот же горшочек. Это когда у нас всего там 5-10 семян. Это томаты, это перцы, это баклажаны. Но мы ведь с вами, помимо этого, выращиваем ведь еще и рассаду. Лука, капусты, огурцов, арбузы, дыни. Представьте себе, что мы с вами будем выращивать вот таких горшочков. Да у нас места с вами не хватит. Во-первых, не хватит места. А потом вы представляете, какое количество земли надо. Зачем это надо, когда есть возможность. Вот, обратите внимание. Вот это, конечно, с поддончиком. Это кассеты. Сейчас мы уходим от выращивания лука из севка. Мы стараемся лук вырастить из семян. Когда мы выращиваем лук из семян, мы выходим от такого грозного вредителя, как луковая муха. Растение не болеет пероносфорозом. Ну, а вообще севок и просто дорогой. Поэтому мы не знаем, как он хранился, какой бы мы даст урожай. Это, конечно, другая тема. Но вот что я предлагаю. Вот посмотрите кассета, в которой содержатся 144 ячейки. И какое место она занимает. Ведь корневая система лука не очень большая. Поэтому вот этих вот ячеечки вполне хватает, чтобы вырастить лук на рассаду. Прекрасные кассеты. Вот у нас такие кассеты уже некоторые 10-15 лет. С ними ничего не делается. Мы всегда... Вот, допустим, лук. Можно вырастить в таких кассетах. В таких кассетах, кто выращивает там даже на продаже петунию или еще что-то. Цветы тоже можно вырастить в таких кассетах. Придет время, но обязательно... Вот одно преимущество, когда мы выращиваем в кассетах. Вот посмотрите, они с поддоном. В поддон налили водичку. И снизу идет подпитка. Не надо поливать сверху. Видим, когда надо, добавили. Уехали на неделю домой. Водичка имеется. Рассада никогда не пересохнет. Но не думайте, что лук, допустим, надо начинать выращивать сейчас. Когда я говорю о рассаде лука, дома вы его не вырастите. Лук холодостойкое растение. Требует низкие температуры. Особенно ночные низкие температуры, которые дома создать очень сложно. Может быть, у кого-то есть хороший застекленный балкон, в котором поддерживается нормальная температура. В этом случае на холодном балконе, не на утепленном. Можно выращивать рассаду лука. Но не забудьте, сейчас еще все выращивать очень рано. Но ведь придет время, и мы с вами начнем выращивать рассаду капусты. Посмотрите, если для лука у нас маленькие ячейки, вот ячейки для выращивания капусты немножко побольше. Капусту ведь можно пикировать, можно не пикировать. Если хорошие семена, сразу по одному семечку, в одну ячейку, и затем спокойно рассада капусты у вас растет. Конечно, многие там выращивают капусту в ящиках. Можно посадить ее непосредственно в грядку, в теплице. Но когда вы потом будете доставать из грядки, нарушается корневая система. Когда нарушается корневая система, то для восстановления ее требуется какое-то время, и рассада будет перебаливать. А если в ячейках, в кассетах выращиваете, у вас, конечно, затем пересаживаете на постоянное место, сразу начинает расти. Еще какое преимущество, когда, допустим, мы выращиваем лук, выращиваем капусту в ячейках. Ведь, допустим, это начало мая. Высаживать на постоянное место еще рано. А в теплице уже жарко. Поэтому мы что делаем? Мы вот эти кассеты всегда ставим прямо на улицу. Если ночные температуры плюсовые, мы даже их никогда не возвращаем в теплицу. Температуры низкие. Можно такую кассету отнести в теплицу, чтобы она не замерзла. И поэтому можно подождать, когда на улице устанавливается плюсовая температура, чтобы почва прогрелась, и высадить на постоянное место. Когда мы выращиваем в кассетах, все делаем правильно. Рассада не вытягивается. Делается всегда крепкой. Ведь очень многие сейчас выращивают на рассаду и огурцы, и арбузы, и дыни. Посмотрите, какие у нас имеются кассеты с какими ячейками. Ведь можно и арбузы, и дыни, и огурцы вообще не пикировать. Сразу посадили в ячейки. Достаточно 20-25 дней, чтобы корневая система полностью заполнена ячейками. И затем, когда требуется, вы выставляете на постоянное место. Что нельзя выращивать в кассетах, в этих ячейках? Я не советую выращивать ни перцы, ни баклажаны, ни томаты. А почему? А я вам сейчас объясню. Потому что, когда... Ну вот мы распикируем, у нас начнут расти наши растения. Листочки начинают соприкасаться друг с другом. Горшочки надо расставлять. Если не расставлять горшочки, то что будет? Рассада начнет вытягиваться. Будет вытягиваться, она будет очень слабая. Поэтому такие, как перцы, баклажаны, томаты, мы обязательно выращиваем вот в таких горшочках. Но я еще забыла вам сказать, ведь сейчас очень многие выращивают кукурузу. Кукурузу выращивают только рассадой. А для того, чтобы вырастить рассады, вот обязательно возьмите вот такие кассеты, чтобы кукуруза же ведь совершенно нельзя пикировать. У кукурузы не восстанавливается корневая система. Поэтому обязательно посадите. Она тоже выращивается. Но если вот это вот, о чем я вам говорю, это все можно вырастить в теплицах. Совершенно не надо эти кассеты заносить домой. Зачем, допустим, выращивать рассаду кукурузы дома? В начале мая мы сеем кукурузу в кассеты, потому что кукуруза очень теплолюбивое растение. Высадить на постоянное место ее надо, когда земля достаточно прогрелась. Это бывает даже иногда в средине июня. Прекрасно растет в кассетах. Рассада у вас будет примерно 25-30 дневно. Если вы затем ее будете выставлять на улицу, она будет у вас стоять, если не будет заморозков. При заморозках кукуруза обязательно у вас может подмерзнуть. Поэтому рассадой выращивайте обязательно в кассетах. Многие последние годы выращивают и арбузы, и дыни. И арбузы, и дыни, и кабачки, и тыквы выращиваются именно в кассетах вот такого большого размера. Рассада сама хорошо вырастет, будет закаленной, никогда не будет переросшей. Но на последние консультации ко мне обратились тем, как избавиться от белокрылки. У кого была в прошлом году белокрылка, она вымерзнет. Белокрылка не сохраняется в почве, она вымерзает. Белокрылку вы можете занести с рассады. Белокрылка может прилететь от соседей. Да, мало ли где бывает. Сейчас у нас белокрылка – это наш бич. Очень трудно избавиться от белокрылки. Очень много ее надо обрабатывать самыми сильными ядохимикатами. И не всегда получается. Для того, чтобы избавиться от белокрылки, надо пользоваться вот такими ловушками. Ловушки я советую готовить самим. Потому что они более эффективные. Мы очень много лет уже пользуемся такими ловушками. Вот бумага желтая. Потому что белокрылка всегда летит на желтую. Там и на бумагу желтую, на желтые цветочки. Поэтому все тепличные хозяйства пользуются именно такими ловушками, которые чаще всего делают сами. Помимо вот таких листов бумаги, вот этот лист бумаги можно разрезать на 2-4 части. Его подвешивают. Лучше всего, когда его подвесить ранней весной, около дверей, около окошек. Пока еще растения маленькие белокрылки нет. Если она будет залетать, она будет лететь на эти ловушки. Но имеется прекрасный клей. Это клей Альк. Вот этот клей как раз предназначен для того, чтобы приготовить такие ловушки. Очень сложно клей намазать на бумагу. Поэтому его надо в какую-то чашечку немножечко поместить, добавить растворитель. Это может быть бензин, еще что-нибудь. Чтобы легче было намазать, кисточкой промазываете с двух сторон и подвешиваете. Самая лучшая защита от белокрылки. До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч в передаче Академия на грядках телекомпания Актис. Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм, где я тоже делаю передачи. Еще раз до свидания.